Здравствуйте, в эфире программа «Акцент» в студии Екатерина Цыганкова. И у нас в гостях председатель Свердловского регионального отделения Союза Женщин России Ирина Чемизова. Ирина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы являетесь соорганизатором второго международного женского форума «Крепкая семья. Основы государства», который пройдет в Екатеринбурге в Экспо 1 июня. Давайте для начала расскажем, что это вообще за мероприятие, какова основная цель его проведения. Ну, это уже второй международный женский форум Свердловской области. Мы очень рады, что в этом году снова нам удалось воплотить задуманное в жизнь. И форум все-таки состоится. И у него очень интересная повестка. Называется «Крепкая семья. Основы государства». Наш президент Владимир Владимирович Путин этот год объявил годом семьи. И мы решили его поддержать. И посвятить этот форум именно семье, семейным ценностям и многодетным семьям. Форум международный – это вряд ли только название. С каких регионов нашей страны и из других стран приедут участники? Да, действительно. У нас в этом году увеличилось количество международных делегаций. В этом году у нас будет присутствовать Армения, Белоруссия, Индия. Нам пообещали. И мы очень счастливы, что у нас получилось договориться с приездом Пурнима Анант. Это директора международного женского форума БРИКС, стран БРИКС. В прошлом году она нам записывала приветственное видео, а в этом году нас посетит сама. Это арабские делегации, это Сербия. Сколько всего участников? Как и в прошлом году, Китай – наши друзья, наша дружественная страна. Сколько всего участников будет? Участников будет плюс 4 тысячи, мы всегда говорим. Но могло бы быть больше, но, к сожалению, у нас площадка вмещает только 4 тысячи гостей. И в следующем году мы хотим запланировать все-таки международную какую-то трансляцию, чтобы поучаствовать и в секциях, и посмотреть, успели все, даже те, кто не успел зарегистрироваться или попасть. Поучаствовать лично, чтобы могли хотя бы поучаствовать онлайн. Представители каких организаций соберутся здесь в Екатеринбурге? Мы всегда, раз форум Свердловской области, мы, конечно же, всегда делаем акцент на наших женщин. На женщин из Свердловской области. Это женщины из муниципалитетов, из сферы здравоохранения Свердловской области. Это учителя, это молодые ученые и многие другие. Женщины политики, естественные, и из бизнеса. И, конечно же, наши международные делегации. Форум обойдется совсем без мужчин? Только женщины будут? Нет, что вы, мы никогда не делаем каких-то гендерных предпочтений. Я всегда говорю, что женщина вообще без мужчины. Это же всегда, и мы всегда говорим о том, что счастливая семья – это полноценная семья, где есть мама и папа. И, конечно же, женщина, она себя не должна вообще даже представлять без мужчины. В прошлом году у нас, конечно же, были мужчины, и первые лица нашего региона. Нас в том году поддержал губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куевышев, полпредпрезидента Владимира Владимировича Якушев, наш Владыка. Поэтому, и, конечно же, было много мужчин. И более того, вот у нас даже в Союзе Женщин России, уже Союз Женщин России прибавляется мужчинами. И в том числе региональное отделение Союза Женщин России, наше Свердловское, у нас тоже есть члены мужчины. Поэтому мы всегда за то, чтобы все-таки вот такой был симбиоз и мужской, и женской энергии, наше взаимодействие, чтобы работа была как можно более эффективной. Девять панельных сессий запланировано. Вот основные темы давайте сейчас назовем. Да, действительно, у нас секций почти в два раза больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что темы интересны, и вообще обществу интересно развитие, ну, так скажем, женского влияния, женской истории, женского участия даже, да, не влияния, а участия. И у нас будет действительно девять, помимо пленарной, девять секций дополнительных. Это женский бизнес, семейное счастье, которое буду модерировать лично я, женский бизнес, женское право, извиняюсь, семейный бизнес, семейное право, женщины в науке и образовании, женское здоровье и благополучие, женщины в сельском хозяйстве, чтобы ничего не забыть. Но все сферы практически охватили. Вот где участвуют женщины, мы попытались захватить все сферы. И не просто так, потому что был запрос. Мы, вот, основываясь на прошлом форуме, который прошел в прошлом году, мы, так скажем, попытались и учли все пожелания, которые, вот, все темы, которые были интересны. Это будут лекции или какие-то дискуссионные площадки, где можно будет высказать свое мнение, что-то вместе решить? Ну, не считая вот нашу форсайт-секцию, это женщины и молодежное международное сотрудничество, где как раз-таки предполагается участие всех, так скажем, участников секции, основные секции пройдут в традиционном формате, это спикеры. На каждой секции почти присутствуют международные делегации, международные спикеры. Для чего? Для того, чтобы обменяться опытом. Мы хотим обменяться опытом, получить какие-то, может быть, рекомендации и, в общем-то, наработки для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. Сейчас наша страна и наш президент активно эту тему лоббирует, чтобы мы все-таки общались именно с странами БРИК, с нашими дружественными странами. И, в общем-то, у нас активно даже в стране, на уровне Российской Федерации, очень эти взаимодействия все начинают активно развиваться. Ну и мы тоже не отстаем. Основная тема форума «Крепкая семья. Снова государство». Вот все-таки хотелось от вас услышать. Крепкая семья – это что такое? Это обязательно многодетная семья? Это люди, которые супруги прожили вместе уже много лет. Что такое крепкая семья? Ну, крепкая семья – это, конечно же, не только многодетная семья. Это семья, где есть мама, папа, старшее поколение, конечно же, бабушки, дедушки. И крепкая семья, наверное, это семья, в которой много семей, ячеек, скажем так, и которые считаются… Для меня крепкая семья – это в глобальном смысле слова семья, которая состоит из множества семей, которые родственны друг другу. И сейчас на самом деле очень мало таких семей, которые знают, допустим, троюродных, двоюродных братьев и сестер, бабушек, прадедушек, прабабушек. Поэтому это очень важно, потому что семья – это наша основа, это наши родовые корни, наша поддержка в сложные времена и радость в счастливые времена. Поэтому и дети, и родители должны это понимать, что вся сила – это человек вообще, его семье. Именно поэтому семья – это основа государства. Вот еще хотелось бы уточнить у вас, как частная жизнь, казалось бы, может влиять на такой большой институт, как государство. Ну, посмотрите, здесь же все идет с воспитания. Наше будущее – это наши дети. И, естественно, будущее нашей страны – это тоже наши дети. А где ребенок воспитывается? Конечно же, в семье. Основы все – и воспитание, и мировоззрение, и дальнейшего поведения, и патриотизма в ребенке – все закладываются в семье. Поэтому мы говорим, что главная ячейка общества – это, конечно же, семья. То, каким мы вырастим наших детей, зависит и будущее нашего государства. Вы многодетная мама и даже будете вести сессию одноименно. Но, на самом деле, вашему примеру сейчас следует далеко не все женщины, скажем так. Даже говорят уже о демографическом кризисе. Как вы считаете, вот из этой демографической ямы, как мы можем выбраться? Сейчас очень много законопроектов рассматривается. И доплачивать как-то женщинам за рождение, больше доплачивать, хотя у нас есть уже материнский капитал. И ограничить, наоборот, не разрешать им идти на работу раньше какого-то срока, раньше какого-то возраста. Как вы считаете, что будет работать? Я всегда, знаете, говорю, можно сколько угодно обсуждать, но лучше всего это пример. Может быть, я каким-то образом смогу подать пример молодым семьям, что родить детей нужно все-таки в молодом возрасте. То есть, во-первых, семьи должны создаваться как можно раньше, вот как раньше было у нас в России. То есть семьи создавались раньше. Были семьи, которые создавались в 18 лет, в 19 лет. Рожали детей, а потом уже достигали вместе с детьми успеха. И вообще же говорят часто, и я тоже не буду с этим спорить, а обеими руками за, что семья, в которой есть дети, и родители, у которых есть дети, члены общества, скажем, мужчины и женщины, они в два раза успешнее, если они родители. Потому что когда есть дети, есть социальная ответственность, есть забота о них, есть забота о их будущем. И, соответственно, развитие происходит быстрее. Поэтому личным примером и, может быть, вот такими форумами, нашими секциями мы можем показать молодежи, что дети — это не абуза, это не тормоз, а наоборот двигающий механизм для развития, для карьерного роста. И на самом деле, когда в семье много детей, вы знаете, это такая благодать и такое счастье. Я всегда говорю, это моя подруга когда-то мне сказала, один ребенок — эгоист, двое детей — соперники, а трое и больше — это уже команда. Поэтому, конечно же, Россия должна наполняться многодетными семьями, их должно быть как можно больше. И, соответственно, в каждой семье должны быть семейные ценности, традиции. И это и формирует наше мироощущение и, в общем-то, наверное, создает вот это семейное счастье, которое делает счастливым всю нашу страну и крепким наше общество. Мер поддержки, который все-таки есть со стороны государства, их сейчас достаточно, как вы считаете, или нужно их как-то увеличивать, масштабировать, может быть? Я считаю, у нас сейчас государство делает все для того, чтобы рождаемость у нас вышла на должный уровень. Сейчас у нас на одну семью в среднем по России полтора ребенка. Ну, то есть это либо один ребенок, либо два ребенка в семье. А нам, чтобы у нас вот демографическую эту яму, так скажем, преодолеть, нам нужно не менее трех детей. Поэтому в каждой семье должно быть минимум три ребенка. И семьи, в которых три ребенка и более, они более крепкие, успешные, потому что есть поддержка друг друга. И я всегда говорю, у родителей есть возможность, чтобы, допустим, один ребенок был врач, другой был в бизнесе, третий был космонавтом, ну и так далее. Реализовать все свои мечты можно. Да, затронуть все сферы, да, и реализовать. Вы являетесь председателем Свердловского оригинального отделения Союза женщин. Вот на что сейчас больше всего жалуются вам женщины? Где их приходится защищать? Какие проблемы решать вместе, сообща? Какие это сферы? Вы знаете, российская женщина, она такая женщина, которая вообще в принципе не жалуется. У нас всегда все на позитиве. И даже какие-то, если сложности, мы всегда их преодолевать привыкли с улыбкой на лице. Я бы сказала так, не жалобы, а основные задачи. Это, конечно же, укрепление женщин на политической, в бизнес-среде, на политической арене, в бизнес-среде, в общественной жизни населения. Женщины, они же очень активные, позитивные создания. Поэтому, когда женщина за что-то берется, у нее все это получается на 5 с плюсом. А счастливая женщина, которая счастлива в семье, счастлива на работе, может что-то привнести, свой опыт в общественную жизнь, она, как правило, наполнена, у нее горят глаза, и она действительно очень много может сделать полезного в этом мире. Регистрация на форум сейчас уже завершена, правильно я понимаю? Да, регистрация уже закрыта. Очень много желающих было, потому что в этом году. Правда, да, многие не попали, и нам тоже искренне жаль, что, ну, к сожалению, вот у нас ограничено. Больше площадки, наверное, нет уже в Екатеринбурге. Да, к сожалению, вот дело только в площадке. Но мы на следующий год постараемся каким-то образом учесть вот этот момент и сделать все-таки хотя бы онлайн-трансляцию. Поэтому, да. В этом году, тем, кто не успел, где-то, может быть, можно будет посмотреть, узнать, как прошли те же дискуссионные сессии? Вот на телеграм-канале Союза Женщины России мы будем делать трансляцию форума и торжественной части концерта Ирины Дубцовой. У нас приезжает в этом году Ирина Дубцова. Мы традиционно всегда делаем в конце мероприятия концерт. Еще хотелось бы сказать, что мы очень гордимся тем, что участие в форуме абсолютно бесплатно, как для спикеров, так и для женщин-участниц. Что сейчас очень редко где встретишь. Сейчас всегда форумы, масштабные такие мероприятия, они обычно платные. Поэтому мы, конечно же, хотим, чтобы это все было полезно, чтобы могли послушать абсолютно разные категории населения, разные направленности женщины. И поэтому, да, будем эту проблему каким-то образом решать, чтобы было как можно больше слушателей. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, что форум, второй международный женский форум «Крепкая семья основного государства» пройдет в Екатеринбурге 1 июня в экспоцентре. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин